Убрасывание у ворот Александра Самонова, 9 минут 49 секунд до конца второго периода, по-прежнему 0-1, шведы оберегают единственную заброшенную свою шайбу, сборная России пытается изменить даже не характер игры, а именно счет на табло, вновь Каменев выигрывает сбрасывание, шайба достается шведам, вновь через борт, назад. На защитника Дальбек, и снова через борт, ну здесь шайба выскакивает к Тимкину, Тимкин вперед, обратная передача, Тимкин входит в зону, 2-1, атака, и не успел, и не смог, или не успел сделать Тимкину эту передачу, хорошо сыграл защитник, перекрыл там направление этого паса, а бросать уже с угла никакого не оставалось, ну теперь смена у нас, хотя Каменев шайбу отбирает, ему же тоже пора меняться. Сейчас он только едет на смену, выходит на лед Михаил Григоренко с товарищами, смахнул мимо шайба Гавриков, проворок его страхует, Слепышев, у него есть пространство, есть скорость, Слепышев, Слепышев, ой-ой-ой, ну тут Антон-то не виноват. Нет, ну после столкновения с Вингерли, собственно, какие варианты, Слепышев убили, он ехал вдоль ворот в этой ситуации, да, его просто столкнул на собственного вратаря Вингерли. Ну, сейчас там, пока мы смотрим повтор, на самом деле здесь еще ворота сдвинуты, и их вот до сих пор еще не вернули на место, но так я смотрю, арбитры никого не удаляя. Все остаются на площадке 5 на 5 минут, еще раз этот эпизод, там понятно, что уже за спитано начали, наши партнеры всыпаться, там и Григоренко, и Воронков, естественно, подъехали Юхан Гарпенлёв, ну, понятно, Юхан Гарпенлёв требует еще одного большинства для своей команды, но не удается. Да, они судили нас со Швейцарей, да, и Николай Константин Тино, француз, и Брайан Оливер, американец, это два лайнсмена, они тоже были. В этой встрече полностью вся судейская бригада точно такая же, у нас звено Морозова на льду, никаких изменений состава численно на льду нет, Морозов на точке. Я это все вспомнил, со Швейцарии-то в концовке, там арбитры вообще перестали удалять, хотя, казалось, и в ту, и в другую сторону, ну, там были такие моментики, когда можно было что-то давать, потому что сейчас опасно могло быть, Гавриков набрасывал, Тарасенко подставлял, но я к тому, что, возможно, арбитры смотрят так, будут давать играть. А вот сейчас контратака очень опасная, Проворов оставляет один в один игрока сборной Швеции против Самонова, и тот выручает, и обратная ситуация возникает. И сейчас мы все-таки получим, видимо, две минуты за выброс шайбы. Да. Там уже у нас с пятака защитник выбрасывал шайбу, и немножко перестарался. Гарканев тоже так в ожидании? Или не дадутся? Нет, почему нет? Ну, давайте посмотрим момент тогда еще раз. Фриберг видит, что Проворов оставляет его против Самонова, а и сквозь Самонова эта шайба проходит, и дальше уже в спину вратарю бросает Фриберг. Вот тут уже в наши ворота влетает и Вингерли, и кто там, еще кто-то, Морозов, да, по-моему, и Тарасенко, кстати говоря, шайбу выбрасывал уже потом. И вот так, ну, это мы уже не видим. Мы видим, что здесь, конечно, очень опасный момент. И в этом случае арбитры решили никого не удалять? Нет, ну, если мы про выброс шайбы говорим, значит, она просто на скамейку, эта шайба улетела, не перелетела через стекло. Вот, понятно, что там какие-то зацепы, можно там думать иногда дать или не дать. А когда шайба улетает, тут уже ничего не поделаешь, надо давать. А здесь, значит, что я ошибся. У нас не выходил Ажиганов, он сегодня в качестве седьмого защитника, соответственно, с появлением Орлова и возвращением в зубы присели Рафиков и Дронов. Ну, пока Ажиганов в качестве седьмого на лед еще не выходил ни разу. У Емеля Галимова одна смена на 22 секунды, он там вместо Тимкина вышел в первом периоде один раз. То есть, получается, что у нас полностью НХЛовская сейчас бригада обороны, шесть НХЛовцев. Да, получается, что так. Ну, и Ажиганов. Да, тоже поиграл. Поигравший, да, но сейчас игрок СКА, но пока он не выходит. Нестеров запустил от синелинии, Рейдеборн забрал шайбу себе в ловушку, и тут Тимкин подъехал, там еще немного потолкались. Швейцарь ГБ, он, Швейцарь ГБ, он даже ничего такого не делал, он просто приехал и встал туда. И Тимкин, в общем-то, он тоже, он ничего даже не говорит, не толкан, он просто проезжает и встает. Меньше чем... Ну, один раз только дали зубы, да, за грубость, а так вот уже второе обоюдное. Морозов, Тарасенко, Нестеров, Задоров, вот такое сочетание сейчас у нас на льду. Где вбрасывание? А показывает судья, что в правом круге будет вбрасывание. Морозов встает на точку. Берлинхельм против него. Берлинхельм сейчас подписал контракт с казанским Акбарсом. Так он играл в шле все. Ну, вот новичок казанской команды, так что, если болельщики Акбарса смотрят этот матч или этот чемпионат мира, то, конечно, зазнакомьтесь, 17 номер будет играть в следующем году, в следующем сезоне за Акбарсом. Задоров на Тарасенко. Есть перед Владимиром пространство. Тарасенко, передача назад, Задоров, Нестеров. Нет, не стал Никита сразу бросать. Перевер шайбу на Бурдасова. Может, меняем на сочетание. Но, к сожалению, Бурдасов шайбу потерял. И здесь тоже... Нет, нет, не будет проброса. Да, судья сначала поднул руку, потом... Естественно, передумано, поскольку передача была вполне по правилам выполнена. Задоров. Григоренко. Теперь ждет Григоренко. Пока партнера поддерживают атаку. Бурдасов. Григоренко. Бурдасов. Можно сыграть назад на защитника. Ну, 4 на 4 у нас пока не очень получается. Что в первый раз, что в этот... Вся шведская четверка бежит вперед. Передача на фланг. Ну, передача на счастье не точная. Проворов ее легко перехватывает. И можно попробовать нам контратаковать. Но некуда было делать эту передачу. Сам Проворов пошел вперед. Отдал на Слепышева. Слепышев входит в зону. Снова закатывается за воротами. Мы больше атакуем. Мы по броскам... На ровном месте, в общем-то, ошибка. Неудобная передача. Отскочила шайба к шведам. И вот теперь они в зоне нашей команды оказываются. Томернис набрасывает. Попадает в Ранково. Дмитрий здесь не сумел пока что вывести. Томернис снова в глубину зоны. И там... Задорос. Восковато так. Ну, просто там разница в габаритах такая, что... Было ощущение, что действительно размазан по борту сейчас задорос. Соперника. Томернис Кемпи. Кемпи на пятак переводит. И вот бросок Самонов снова отбивает шайбу. Тяжелая смена сейчас на нашей сборной. Не можем вывести шайбу. Здесь... А, здесь проблемы с маской у Самонового. Эта игра остановлена. Ну, это хорошо. Может быть, там даже какая-то хитрость от Александра. Я не знаю, может быть, и действительно с маской какая-то проблема. Но вот эта пауза сейчас, конечно, тоже нашей команде была нужна. Давайте посмотрим. Вот заторов против Вингерли. Вот так, конечно, головой в борт. Да, соглашусь. Ну так, да. На повторе хорошо видно. А момент чуть раньше. И бросок Фриберга. Вот здесь. Вот здесь, я думаю, маска пострадала. Да, она могла пострадать все. Самоново. Убрасывание наших ворот. Звенок камень у нас на льду. Камень взобрал. Наконец, шайбу там у Ракеля. Гавриков на Проворова. Снова сюда Гаврикову. Ну, по крайней мере, перевели шайбу в зону в горле Швеции. Правда, на этом все закончил. Сведу ее так же легко выбрасывать. Как-то не глядя это делает. Ну, и Гавриков здесь надежно играет. Не удался перехват от Каменева. Соренцен. Такого игра уже, наверное, бросать не будет. Тут вступает в борьбу Проворов. Шведы тоже, в общем, как обычно, никуда не торопятся в такой ситуации. В позиционной атаке они любят. Проворов. Сейчас обеспечивает нам честное преимущество в атаке. Вошли мы в зону. Нет, Толчинский, а остальные наши хоккеисты поехали меняться. Шайба досталась шведам. Сейчас немножко меньше давления с нашей стороны. Вот такое оно было в первой части периода. Шведам удалось погасить вот этот темп сборной России. И несколько отскоков не в нашу пользу Корнаухов. На себя шайбу принимает. Отскакивает она к шведам. Бросок Самонов отбивает. Опять удачный отскок для шведов. Орлов подбирает шайбу. Дальше через борт. И опять мы к шишмену провели в обороне. И теперь опять нам надо меняться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok